Какой теперь так дождик? Правда, в квартире пенсионерку Евгению Васильевну это совсем не радует. Год назад мы уже рассказывали, как бабушка ходит по инстанциям в попытке отстоять свое право на старость без проблем с ЖКХ. Без плесени на стенах и тазиков для сбора воды посередине комнаты. После нашего сюжета специалисты управляющей компании на место вышли, даже что-то сделали. Правда, не помогло. Железо дно вообще спрятали, один листок, а из этого настригли вот таких вот, такой длины этих. Ширина стены 60 сантиметров, несущая, льет на несущую стену. А они кусочками по 30 сантиметров наклеены герметик к шиферу. Я не знаю, чем они, это равноценно послюнявить и помазать. Это только в дурдоме делается. Крыша худа, и об этом коммунальщики знают. Осведомлены они и о том, что ее нужно чинить. В квитанциях есть соответствующая графа. Весь дом скидывается. Толку, правда, нет. Как снег, тает снег, значит у нас течет. Дождь, теперь уже и дождь. Дождь тоже, когда идет, тоже течет по стене. Стены вот с этого дома, с улицы, там вот такие вот промочки. И уже кирпичи вываливаются. А зимой треск был, трещал вовсю. Переписка с коммунальщиками у Евгении Васильевны аж с 97-го года. Проблема недавно отметила свое 20-летие. Крыша в дырочку и с каждой зимой становится еще более худой. Портят шифер, когда сбивают снег. У нас здесь всех проливало. Вот сейчас я знаю, как соседку, а вот здесь китаец живет, квартирант. Он тоже лазил на чердак. Я его спросила, чего. А он там мешочки подвешивал, пакетики пластиковые. Течет, говорит. А я знаю, что у них течет тут. Кирпичи и стены не вываливаются, уверены коммунальщики Рео номер 4. А выглядят они так, цитата, потому что это архитектурная особенность дома. Сейчас организована очистка крыши. Максимально все, что можно, очистили на кровле. Сейчас проводится обследование кровельного покрытия на предмет наличия каких-либо повреждений. В случае, если мы обнаружим какие-либо повреждения на кровле, мы их обязательно устраним. Крыша старая, шиферная. Шифер уже далеко не новый. И все вот эти временные, сезонные нагрузки иногда он не дает в себе знать. Появляются какие-то повреждения на нем. Терпеть пенсионеркам осталось недолго. В 2019 году в доме запланирован капитальный ремонт крыши. Еще два сезона дождей и жизнь наладится. Управляющая компания нам обещала в положение бабушек войти. И в этот раз положить листы железа побольше.